Отцы-основатели были очень крутыми, никому так не повезло, как американцам. Боже мой, какая чушь. Единственное, с чем повезло американцам, так это с географией, с тем, что Рошамбой и Лафайет отвоевали англичан независимых США. Я с этим тоже во многом согласен, потому что идеализация американской революции, ну слушай, если говорить серьезно... Посмотри, у нас перед глазами есть Новая Зеландия, которая не достигла таких успехов, у нас есть Австралия, которая не достигла таких успехов. Австралия не крохотная. Слушай, в Австралии это площадь земли, которая доступна для сельского хозяйства, она совершенно маленькая, на южном побережье, там вот этот кусочек, там все остальное, это просто пустыня одна бесконечная. И что? Как это мешало Австралии в 18 веке занять... В 19 веке занять то место, которое взялось в США? Так мало было населения элементарно. Только в США, откуда взялось? Гигантская эта самая долина Миссисипи, где гигантская площадь земли, значит, доступна для обрабатывания. Плюс Великие Равнины, плюс Калифорния. Оно не было заселено. Так Австралия тоже не была заселена. Об этом и речь. Так Австралия, нет. Только та плотность населения, которая сегодня существует в Австралии, превышает плотность населения США. Нет, ну, слушай, в пустыне, в Аризоне плотность населения намного ниже, чем в Сиднее. Плотность населения в Сиднее сопоставима с плотностью населения в Нью-Йорке. Нет, ну, слушай, нет. Я на самом деле не очень верю, что Америка оставалась бы там в Новой Зеландии. Точнее, совсем не верю, если бы в ней не было американской революции. Что не говорит о том, что американская революция полная ерунда. Америке очень повезло с географией. Америке очень повезло. Ни одной другой стране не повезло, потому что... Ну, вот Южная Америка так действительно... В Южной Америке там бесконечно эти самые... Там отходишь чуть-чуть от берега, там дальше джунгли, которые не... Ну, по крайней мере, с традиционными методами сельского хозяйства, они непригодны для обработки. Другое дело, знаешь, что я скажу? В Аргентине... Нет, нет, нет. Если ты посмотришь, до сих пор... Нет, я знаю, как... Возьми до сих пор Колумбию. Там вот эти джунгли, они как были вот джунглями. Там потому что очень маленький плодородный слой. Его смывает после первого же, значит, сезона дождя. Ну, ладно. Другое дело, что... Посмотри, есть Аргентина, да, где, значит, ее начали осваивать толком в конце 19... Ну, во второй половине 19 века. Если что, в Чили нет никаких джунглей. Ну, так Чили и не такая... Ну, как Чили вообще там крохотная, значит, полоска эта самая. И дальше горы. Ну, она длинная, она расстояние, значит, от севера Норвегии до юга Испании, это правда, но там полоска-то обрабатывается в земле маленькая. Ну, конечно, в Бразилии. В Бразилии джунгли не целиком покрыты джунгли. Это почти все. В дельте Амазонки нам практически невозможно везти. Там дороги невозможно построить. Они немцев зовут, строят дороги. Немцы им строят дороги. Дело, дело, дело не в географии. Нет, я согласен, что одной географии, то есть одним географическим детерминизмом в духе Матыскин все объяснить нельзя. Есть пример Аргентины. Они начали ее освоить во второй половине 19 века. До этого там была, значит, маленькая полоска земли. Начали, значит, грубо говоря, я про это писал, кстати, у себя на Патреоне, с появлением там новых финтовок они смогли победить, значит, местные племена кочевые, которые там были. И Аргентина в начале 20 века была на уровне развития США и Соединенных Штатов. Они смогли освоить эту гигантскую территорию, они стали там чуть ли не крупнейшим поставщиком мяса в мире. И у них, в общем, все было очень хорошо. Сегодня Аргентина втрое беднее, чем Соединенные Штаты Америки. Почему? То есть одной землей все объяснить нельзя. Уж по крайней мере в современном мире, если бы все было так просто, то, не знаю, Казахстан был бы богаче, чем Люксембург. Я просто уточняю, я не хотел глупость сказать, поэтому я уточняю состав экспорта... Нет, сейчас-то понятно. ...бразилия. Нет, ради бога. Мясо и пищевые мясные субпродукты, 63%. Это структура российского экспорта в Бразилии. Я не знаю, я поэтому уточняю сейчас. Нет, на самом деле, можешь зайти на сайт Гарвардского атласа экономики. У Бразилии сейчас значительная доля экспорта приходится на... Вот он. На Бразилу я сразу веду. А, ну давай. Нет, у Бразилии значительная доля приходится на сельское хозяйство, безусловно. Я просто что-то такое помню, но я не помню цифр совершенно, я поэтому решил загуглить. Нет, ну просто в 19 веке они, в общем, не могли освоить эти гигантские территории. Дети понимают, в чем дело? Я тоже об этом писал у себя. Нет, ну там... Да-да-да, вот оно. Да. Ну вот видишь, нет, у них очень большая доля. Видишь, тут приходится 7% на сахар, на один только сахар. Да, еще 6% на соя. Ну, на 5,5. Да, нет, кофе там 2,6. Да, видно, понятно. Я лицикменсфори, тут все суммарно, ну, 25 минимум, если вот это посмотреть, квадратик. Это, безусловно, так. Есть еще такой момент, что я про это писал подробно, про это есть знаменитая статья Германа Соколова, что специфика, значит, сельского хозяйства в Латинской Америке, не буду сейчас даваться, почему, там технические особенности, аграрные, неважно, она способствовала созданию крупных плантаций, где было эффективное использование предназначенного труда. А в Северной Америке было эффективное использование маленьких фермерских хозяйств. И в Южной Америке в итоге... Это конечно, да. Да, в Южной Америке в итоге сформировалось общество плантаторов, ну, эксплуататоров эксплуатируемых, вот по Марксу строго, между которыми бесконечно идет социальный конфликт. Либо плантаторы хотят защитить всеми силами свою доминирующую позицию, либо эксплуатируемые вот эти вот, потомки этих самых рабов на плантациях, они хотят все взять и переделить. И это бесконечный конфликт, который у них идет 200 лет. Я не помню, кто это сказал, вот кто-то сказал, что... Сейчас, может быть, даже вспомню фамилию, нет. В гражданских войнах в Латинской Америке всегда побеждал Юг. В смысле, конфликт Северо-Юга в США, да. И вот в Латинской Америке в таких гражданских войнах обе стороны всегда были Югом. Да, значит, в Северной Америке победила, в конце концов, вот экономика этих маленьких фермерских хозяйств. Равно как в Канаде, кстати говоря. В Канаде-то не было такой историей успеха, как в США. Ну, как сказать, Канада, в общем... Нет, это благополучное государство, но это не государство, которое определяет развитие чего-нибудь. Это правда. Но нет, с этим я согласен. То есть то, что, в принципе, революция сделала США более успешной страной, чем если бы она оставалась британской колонией, ну, уже хотя бы потому, что король выступал против экспансии американцев за Апалача. Ну, потому что там индейцы, и у него были особые отношения с индейцами, ну, в общем, там сложная вся история. С этим я согласен. То есть действительно, сила главная Америки, она в конечном счете ни в Нью-Йорке, ни в Массачусетсе оказалась. Она оказалась в Пенсильвании с ее металлургическими заводами, угольными шахтами, и вот в этой огромной значит, долине Миссисипи, где, значит, создавалась там больше сельско-конечной продукции, чем во всех в остальном мире. И если бы действительно эта экспансия вот за Апалача, она сдерживалась бы дальше английским королем, то, конечно же, Соединенные Штаты там к началу 20 века подошли бы намного более слабыми, чем они подошли на практике. И в этом отношении, да, действительно, сравнение с Новой Зеландией, оно имеет смысл, но, конечно, там Новую Зеландию крохотную сравнению с Америкой смысла не имеет, но действительно освоение британских колоний, такое массовое, оно началось позже, чем Соединенных Штатов. И в этом отношении американская революция для Америки оказалась более эффективной, более полезной и так дальше. Вот, а я не помню, над чего я начал свой ответ. Нет, вопрос-то как раз был о том, что, значит, ассо-основатели не особо приложили руку к успеху Соединенных Штатов. Нет, ну, они, безусловно, сыграли свою роль, просто я не думаю, что если бы Америка осталась колонией, она была бы там, не знаю, нищим государством, вроде какой-нибудь Балирии. Там просто есть несколько факторов. Первый фактор – это то, что Великобритания сама по себе обладала не самой плохой политической системой, поэтому даже если бы она там оставалась в Соединенных Штатах, было бы неплохо просто по факту того, что это англо-саксонская система. Отсо-основатели ее улучшили, и я не полностью согласен с тем, что сейчас говорил это админ, потому что успех Соединенных Штатов геополитический и культурный 20 века, он был заложен как раз отцами-основателями, которые достаточно защитили индивидуальные свободы для того, чтобы они расследовали в смысле культурного. Я согласен полностью, потому что Соединенные Штаты никогда не испытывали ощущение вторичности по отношению к Великобритании, как испытывали Канада, Австралии и Новой Зеландии. Они воспринимали себя как отдельная культура, которая способна на какие-то самостоятельные действия. Они обязаны копировать то, что делают в Лондоне. В этом отношении, конечно, да. С этим я не спорю. Это вопрос для отдельного хорошего стрима, если вам интересно. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m.